Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Татьяна Драгунова. Сегодня в своем видео я бы хотела с вами поговорить о том, что же такое монета призм, какова ее цель, зачем она вообще нужна и в чем, собственно говоря, ее выгода. Итак, поехали! Первым делом я хочу начать с того, что призм работает по совершенно новым технологиям. Призм – это полностью децентрализованная и саморегулируемая электронная валюта, новая реализация концепции криптовалюты, позволяющая любому пользователю быстро и надежно производить денежные переводы, словно передача денег из рук в руки. Давайте подробнее разберем, что такое децентрализованная монета. Это значит, что ни один орган власти не имеет над монетой контроля, имеет высокий уровень безопасности транзакции и хранения монет. Скорость транзакции составляет 59 секунд. Если сравнить с биткоином, то у биткоина скорость транзакции составляет от 15 минут. Абсолютно невозможно отследить, кому принадлежат монеты при транзакции. То есть государство не имеет никакого контроля над монетой призм, что немаловажно в наше время, потому что на сегодняшний день налоги у нас берут уже практически за все. Далее, призм – это криптовалюта, использующая блокчейн, который имеет ряд преимуществ. В системе преобразован механизм подтверждения транзакций по псевдосложному проценту и направлено это все на реализацию P2P систем взаиморасчетов между пользователями сети. В системе также присутствует комиссия за операции, направленная на защиту сети от ДОСАТАК, от ПЛУДА. То есть комиссия, она не просто так взимается, как плата за транзакцию, а у нее есть масса нагрузок. Мы об этом чуть позже поговорим. Но и также у призм существует двухфакторный механизм генерации монет. То есть призм использует систему Proof of Stake и Paramining. Мы об этом тоже позже поговорим. Дальше о призме. Призм позволяет совершать мгновенные транзакции, независимо от того, в какой точке света находится человек. Отправка из кошелька в кошелек происходит практически мгновенно, в течение одной минуты. А если быть точнее, то в течение 59 секунд, как я говорила ранее, из кошелька в кошелек. Монета призм работает 24 часа в сутки. Соответственно, абсолютно каждый пользователь имеет возможность в любое время, абсолютно в любое время зайти в свой кошелек и сделать какую-либо транзакцию с фиксированной комиссией 0,5% призм. Давайте подробнее разберем, что такое комиссия. Итак, в системе есть комиссия, которая составляет 0,5% призм. Либо минимальная комиссия, которая составляет 0,05% призм. Для чего это нужно? Во-первых, как я уже говорила ранее, это избавить от флуда. То есть, минимизировать минимальные транзакции. Речь идет о таких транзакциях, как, например, 0,01% призм. То есть, к ней уже будет фиксированная комиссия в размере 0,05% призм. Соответственно, невыгодно будет делать уже такую транзакцию. Ну и если, опять же, сравнить с биткоином, то там при минимальной транзакции берется комиссия. А где-то и вообще без комиссии. Именно поэтому забивается сеть блокчейна. Так как поднимает количество транзакций в сутки более 200 тысяч. И сеть, естественно, останавливается. Тем самым создавая задержку транзакций вплоть до нескольких суток. Это я рассказала вам в сравнении с биткоином. То есть, как у биткоина происходит. Так вот, для того, чтобы у призм не было подобных задержек, чтобы транзакция происходила в течение одной минуты, у нас создана фиксированная комиссия. Это 0,5% призм или 0,05% призм. Ну и, во-вторых, эта комиссия попадает к форжерам. Об этом я тоже чуть попозже проговорю. Проще говоря, заплудить призм будет гораздо сложнее, чем биткоин. Поехали дальше. Призм – это абсолютно 100% децентрализированная система. Она полностью анонимна. Все, что в ней происходит, все закодировано. Она не зависит ни от каких финансовых регуляторов. У нее нет никакой зависимости от государственных структур. У нее высочайший уровень безопасности. То есть, используя ее как передачу денег, все передается в зашифрованном виде. То есть, даже те сообщения, которые передаются через сеть призм, их невозможно расшифровать. Ну, то есть, их может расшифровать только тот, который отправляет сообщение, и тот, который получает сообщение. И то, они могут эти сообщения расшифровать только в том случае, если они вводят полностью свою парольную фразу. Ну, это такое небольшое отступление. Ну, и еще один очень важный момент – это отсутствие эмиссионного центра, который бы мог повлиять на генерацию монет. То есть, добыча монет происходит всеми пользователями одновременно. На сегодняшний день уже существуют пластиковые карточки, которыми уже можно расплачиваться в магазинах, либо в банкоматах обменивать на фиатные деньги. Ну, то есть, проще говоря, снять наличные. То есть, имеется с учетом комиссии банка, через которую идет обмен. Это понятно. И, как мы уже поняли, призм можно обменивать на товары и услуги. Таких товаров и услуг уже огромное количество на сегодняшний день. Более того, эта сфера, она растет и развивается с очень-очень достойной скоростью. Ну, и, само собой, естественно, уже существуют различные биржи, где мы можем самостоятельно 24 часа в сутки, то есть, в абсолютно любой момент обменять призм на фиатные деньги. Что такое фиатные деньги? То есть, на рубли, доллары, ну, тут уж кому что нужно. Ну, и также важно, очень важно понимать, что призм на сегодняшний день – это не инвестиционный инструмент. Это, в первую очередь, средство удобного расчета. Опять же, если провести сравнение с биткоином, то, к примеру, идете вы в магазин за продуктами. У вас есть биткоин. Пока вы идете в магазин, курс биткоина поменялся огромное количество раз, потому как он меняется ежесекундно. Затем, чтобы произвести расчет биткоина в магазине, скорость транзакции, помним, да, от 15 минут у биткоина скорость транзакции, то есть, если мы расплачиваемся биткоином. Теперь представьте, вы в очереди, стоите, ждете, как кто-то перед вами рассчитывается биткоином. Но даже если вы сам или сама рассчитываете с биткоином, понимаете, 15 минут идет транзакция. Ну, одним словом, это не очень удобно. Это, наверное, как акции какой-либо компании, да еще и непонятно, по какой цене встать. Цена же постоянно, как я уже сказала, ежесекундно меняется. А вот если провести аналогию с призм, то этот вопрос абсолютно решен. Во-первых, скорость транзакции максимально быстрая. Она составляет одну минуту, как я уже говорила. А из-за того, что в призм используется механизм парамайнинга, он создает искусственную инфляцию, который как раз и будет удерживать курс монеты примерно в одной стоимости и относительно стабильного курса. Он не будет меняться ежесекундно с огромной разницей в цене. На протяжении всего периода пока не будут сгенерированы все монеты. Дорогие друзья, продолжение о монете призм смотрите в следующем моем видеоролике. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите под этим видео свои комментарии и, конечно же, сделайте максимальный репост этого видео, чтобы как можно большее количество людей узнало о нашей замечательной и любимой монете призм. А также обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на моем канале. С вами была я, Татьяна Горбинова. Пока-пока.